Добрый вечер! Сегодня в гостях у соседей Мария Петрова, первый заместитель председателя комитета ЗАГС Новгородской области. Добрый вечер! Добрый вечер! Я напомню, что мы, как всегда, работаем в прямом эфире. Телефон нашей студии 67 97 67. Звоните, присоединяйтесь к нашей беседе и задавайте свои вопросы. Ну что, можно сказать, вот и настал тот день. В Великом Новгороде торжественно открыли новый дворец бракосочетаний. Ждать ли нам теперь после этого свадебного бума? Конечно, мы очень на это надеемся. Вообще, это такая давняя мечта наша была. Наконец-то свершилось. Расскажите, как все прошло? Все прошло красиво, торжественно. Самое главное, что всем все понравилось. Самое главное, что наконец-то у нас в Новгороде есть прекрасный дворец бракосочетаний. Когда первых молодоженов ждете? Первых молодоженов мы уже встречали вчера. У нас было вчера три свадьбы. А в пятницу 16 свадеб. Уже такой штатный режим, полная загрузка. Да, да, уже в штатном режиме. Какие возможности новый дворец открывает перед молодоженами? Ну, в Новом дворце, в отличие от старого, так скажем, ЗАГСа, есть два зала торжественной регистрации. Малый зал на первом этаже и большой зал на втором этаже. Также есть новгородская гостиная. Это что такое? Ну, это зал, где, в принципе, мы предполагаем регистрировать торжественное рождение ребенка. Вот сейчас, да, наши соседи могут видеть, кто как открывался торжественный зал, да, дворец. Да, проводить свадебные юбилеи, парадная лестница, шикарная теперь. Думаю, будут прекрасные фотографии у наших молодоженов. Ну, и по ней как раз пара будет проходить. По ней пара проходит, да, большой зал торжественной регистрации. Вот это он. Поменялась как-то церемония? Сначала рассаживаются гости, потом входят молодожены или наоборот? Да, с учетом того, что у нас молодожены выходят из комнаты жениха и невесты, как раз. Это комната жениха и невесты, да. То есть гости перед свадьбой ожидают в просторном холле, красивом тоже. А жених и невеста, вот это как раз новгородская гостиная, стены, которые расписаны с пейзажами Новгорода, чтобы свадьбы оставили на память, да, что это событие прекрасное произошло именно в Великом Новгороде. Вот так вот он выглядит, да. Скажем, Мария Анатольевна, не могу не спросить, кто придумывал все эти интерьеры, кто дизайнер интерьеров дворца? Признавайтесь. Ну, так получилось, скажем так. Конечно, мне помогали, да, но так получилось, что дизайнером пришлось быть мне. Прямо скажем, да. Но у вас неплохо получилось, все в восторге на самом деле. На самом деле я объездила много дворцов бракосочетаний в других городах. Смотрели, как делал кого? Я смотрела, где что, как красиво, что нравится, что не нравится. Пролистала огромное количество журналов ЗАГС. У нас есть такой журнал свой федеральный, там фотографии можно найти со всех ЗАГСов. А вообще есть какие-то тренды, может быть, мода какая-то на то, как должны выглядеть дворцы бракосочетаний? Ну, скорее всего, практически все дворцы в классическом стиле. А тем более наше здание, это все-таки историческое здание, объект культурного наследия, здание артиллерийского собрания 1911 года. Поэтому оно обязывалось, чтобы все-таки интерьеры были в классическом стиле. Насколько было сложно сделать такой красивый ремонт в таком историческом здании? Ну, сложно было. Но, судя по всему, все возможно, судя по результату. Главное желание, я так скажу. А церемонии наверняка расписаны уже на несколько месяцев в году вперед? Ну, вообще у нас заявление принимается за год. Ага. Да, можно подавать заявление за год до планируемой даты. Можно или подаешь заявление, а потом место во дворце бракосочетаний будет через год? Ну, при подаче заявления мы уже, ну, мы рекомендуем подавать заявление, во-первых, на портале госуслуг, да, и там вы видите все свободные даты. А те пары, которым нужно срочно расписаться, к примеру, по какой-то очень важной причине? Ну, заявление принимается вообще за месяц, минимальный срок, да, но есть какие-то особые обстоятельства, когда можно расписать их день в день. Там нужно подтвердить. Где роспись эта происходит? Она также там происходит, в каком-то малом зале? Ну, вообще, молодожены могут выбрать либо торжественную регистрацию, либо не торжественную регистрацию. Не торжественная регистрация – это в кабинете. Пришли, поставили свои подписи в актовой записи. Тоже такой красивый. Ну, не такой красивый, но да, хорошие кабинеты. А будут ли сохранены выездные церемонии бракосочетания? Ну, выездные церемонии сотрудники отдела ЗАГС не проводят уже с 2018 года, то есть уже почти два года. Все выездные церемонии отданы на откуп нашим свадебным, свадебной индустрии. Да, поэтому они проводятся в любом месте, в любое время, в любом стиле, какой пожелают молодожены. Но не работниками ЗАГСа. Но это не работники ЗАГСа. Это постановочная церемония. То есть молодожены предварительно расписываются в ЗАГСе. Им выдаются свидетельства. Да, а потом они проводят церемонию для гостей. А сейчас, я думаю, что как раз возрастет количество, наоборот, желающих совершить церемонию во дворце бракосочетания. После фотографий, которые появились у нас, даже те, у кого было подназвление на неторжественную регистрацию брака, сейчас стало поступать очень много звонков, можно нам переделать ее на торжественную. Можно так сделать? Можно, да. Если это время свободное, на торжественную регистрацию, конечно. Прекрасно. Но фотографии получаются, конечно, шикарные. Вот вы до эфира показывали. Можно ли там будет нашим фотографам работать? Фотографам можно и сейчас работать в ЗАГСе. То есть у нас мы никогда не запрещали, молодожены приглашают своих фотографов, кого они считают нужным. Если вы спрашиваете про фотосессии, которые вне рамок свадьбы, то здание ремонтировалось областью, и сейчас оно будет передано городу. Потому что отдел ЗАГС, он входит в структуру администрации Великого Новгорода. Поэтому дальше уже администрация решать, как она будет использовать помещение, будет ли она давать возможность для фотосессий. Я думаю, что вполне возможно. У нас очень много верят в магию цифр. Сейчас тройные цифры подходят постепенно к концу, но так или иначе выбирают все равно 10-е, 10-е, 11-е, 11-е. Вот в Москве, например, я знаю, что на День народного единства тысяча пар уже подали заявление, собираются регистрироваться. У нас как с этим обстоит. День народного единства, мне кажется, там с магией цифр как-то не очень хорошо. Магия, даты, да. У нас последний год был 19-го, 10-го, 19-го. Да, у нас было такое большое количество свадеб. К праздникам как-то привязываются? Привязываются, конечно, да. День Петра и Февронии наверняка там все загружено. А бывает такая флешмоб, организованная одна регистрация для многих пар? Ну, пока такого не было. Ну, в какие-то города, мне кажется, это практикует. В каких-то городах практикует. Вы за за такую идею или против? Ну, дело не в том, за я или нет. Главное, чтобы были за молодожены. Потому что мне кажется все-таки, что для молодоженов это должен быть их праздник индивидуальный. Ну, массовый, не знаю. Не, ну, иногда бывает, когда друзья там собираются как-то. Такая обобщенная церемония. Понятно, что для брачующихся, для гостей, для красивой картинки и для получения полного удовлетворения и нужного эффекта от свадьбы важны не только интерьеры внутри, но и то, что снаружи. Видим мы, что дворец отремонтирован, здание красивое. А вот вокруг-то пока территория такая. Есть скверы, которые хотелось бы облагородить. Можно же и пофотографироваться, особенно летом. Можно там как-то посидеть, подождать. Я согласна. Что с ними будет? Есть там какие-то планы? Самое главное, что рядом с нашим прекрасным дворцом есть территория, где можно все это сделать. И напротив есть небольшой сквер. Есть с чем работать. И за зданием, да, очень такой парк, который можно облагородить и сделать там действительно красиво. Я думаю, что все это в будущем будет сделано. Надеюсь, что к следующему свадебному сезону, к летнему. А кто этим должен заниматься? Это уже территория города, да? Город будет брать на себя, да. Можно сказать, что у ЗАГСа есть запрос, и мы можем прямо сейчас, прямо в эфире обратиться к городским властям. Самое главное, у молодоженов. У молодоженов есть много. И облагородить территорию вокруг. Но в любом случае останется вот эта красивая традиция, когда молодожены выходят из ЗАГСа. Из ЗАГСа их встречают гости, кидают красивые лепестки розы. Их просто вот... Все-таки кидают лепестки розы, конечно. Это уже не от ЗАГСа, наверное, зависит. Ну, мы, конечно, не очень за, потому что приходит следующая пара молодоженов, и их не очень радует. Парковочных мест хватает для гостей, для молодоженов? Ну, я так скажу. Парковка – это, безусловно, очень важная составляющая. Но, давайте будем откровенными, здесь парковочных мест гораздо больше, и все гораздо удобнее, чем было раньше. И здесь есть возможность сделать еще лучше. Поэтому я уверена, что все будет. Главное, что есть дворец, а все вокруг, я думаю, со временем тоже обживется. И будет так же прекрасно. Вот помимо свадебных церемоний, как еще будет использоваться новый дворец? Ну, я уже сказала, что несколько залов существует в дворце. И, безусловно, мы и раньше проводили всегда. Несколько залов, расскажите, для чего маленький, для чего большой? Вот для наших телезрителей не так все понятно. Ну, большой зал регистрации на втором этаже, зал для церемонии бракосочетания. Но вот даже сейчас, когда приходили гости и видели малый зал, на первом этаже расположен малый зал торжества, так называемый. Некоторым он просто нравится даже больше, и они хотят провести свою церемонию, свой праздник именно там. Поэтому в том числе он может использоваться и для свадебных юбилеев, которые мы проводим всегда с удовольствием. Свадебный юбилей, это что это такое? Юбилей семейной жизни. Это тоже такая церемония? Да, 10, 20, 50 лет, пожалуйста. Я слышал, что существуют торжественные регистрации детей. Да. Это как выглядит? Что происходит? Понятно, торжественная регистрация. Это тоже индивидуальный праздник для семьи, делается по индивидуальному сценарию. Примерно хотя бы. Иногда мы называем его торжественной церемонии имя наречения. Если уже свидетельство получено. Это какое-то новшество. Ну нет, почему? Это давно, это проводилось и в старом здании, и это проводится во всех районах. Это по желанию, собственно говоря, родителей. А как схема действует для тех наших соседей, может быть, у кого сейчас или собирается появиться только ребенок, может быть, маленький ребенок? Это очень простая схема и для свадебных юбилеев, и для торжественной регистрации рождения. Надо просто прийти в ЗАГС, выбранный вами, и попросить сделать для вас тот праздник. Единственное, мы просим приходить немного заранее, там нет такого подавать заявление, там за месяц или еще где-то. Но не в последний момент. Там вопрос, да, что надо подготовить сценарий, потому что он делается индивидуально. Это кто готовит сценарий? Сотрудники ЗАГСа. И надо выбрать время, которое свободно от свадебных церемоний. Ребенка приносить. Согласовалась. Ребенок присутствует обычно? Ну это приходит семья, бабушки, дедушки, друзья, знакомые, ребенок, конечно, остаются прекрасные фотографии. Да, да, очень хорошая идея. На память это очень хороший праздник. Не переключайтесь, мы вернемся в студию сразу после рекламы. На Велико-Новгородский местный двор в связи с расширением и увеличением объемов производства требуется медицинская сестра, наладчик производственного оборудования, аппаратчик, расфасовщик мясопродуктов, укладчик-упаковщик, уборщик цеха. Обращаться по телефону 680-530. Поликлиника «Диамет» предлагает жителям Новгородской области по субботам 10-процентную скидку на все услуги. Звоните 62-43-09. Внимание! Чтобы газ не только создавал удобство, но и при этом был безопасным ресурсом, заключите договор на техническое обслуживание газового оборудования. Для проведения планового техобслуживания необходимо обеспечить доступ сотрудникам обслуживающей организации в помещение, где установлено газовое оборудование. Помните, неисправность газового оборудования может привести к трагедии, а отсутствие договора или отказ в доступе для проведения ежегодного технического обслуживания при остановке газоснабжения. День сменяет ночь. Зиму сменяет весна. Меняетесь вы. Мы остаемся с вами. 10 лет в вашей такси. Три семерки, три шестерки. Всю осень стоматология «Добрый доктор» дарит подарки детям. После посещения врача-терапевта каждый ребенок одной семьи получает подарок на выбор родителя. Дети здоровы, а мамы довольны. Узнать подробности можно по номеру 22 16 11. Нам звонят соседи. Добрый вечер. Говорите, пожалуйста. Здравствуйте, мы вас слушаем. Алло, добрый вечер. Скажите, пожалуйста, звонит вам Новикова Нина Михайловна. А кто будет в старом ЗАГСе? Кто там поместится? Кто там будет? Спасибо за вопрос. Самое главное, наверное, что интересует еще наших соседей, сохранится ли там ЗАГС. Будет ли у нас и там дворец бракосочетания, и здесь дворец бракосочетания? Нет, конечно, мы все переезжаем в новое здание. Я скажу больше, сегодня мы уже перевезли все, что у нас там оставалось. То есть все услуги ЗАГСа будут предоставляться по новому адресу. Единственное, что с разных входов. Со старым зданием, мне сложно сказать, это будет решать администрация города, области. Узнаем, скоро узнаем. Ну, история нового дворца бракосочетания, она же такая достаточно длительная, да, очень давно и в нашей студии в том числе говорили о том, что он должен появиться. У нас даже здесь были такие большие альбомы с интерьерами, как это все будет выглядеть. В общем, пройден сложный путь. Вот об этом расскажите, насколько это было трудно. И понятно, что, наверное, здесь один комитет ЗАГС только бы не справился со всем этим объемом. Кто помогал во всей этой истории? Ну, безусловно. Мне в первую очередь хочется сказать спасибо правительству нашей области, областной думе, губернатору лично, потому что, конечно, вот наконец-то такая махина, она сдвинулась с мертвой точки и наконец-то это свершилось, потому что действительно столько лет мы об этом говорили, столько лет об этом мечтали. И, наверное, то, что у нас ЗАГС находился на первом этаже жилого дома в таком прекрасном городе древнем, наверное, это было неправильно. Поэтому огромное спасибо всем, кто способствовал тому, что открылся у нас дворец бракосочетания. А если говорить, кто участвовал непосредственно в создании, мне бы хотелось, наверное, поблагодарить вся лепнина, вот отмечали в комментариях, лепнина на стенах очень красивая, декоративная штукатурка, это вот наш новгородский дизайнер Никита Селюмина. Авторская, получается. Да, да, картины, росписи, которые на стенах, это тоже новгородский художник Светлана Гарбер, тоже спасибо большое. Тоже прекрасные шторы, тоже наша новгородская компания Артынова. То есть участвовало много людей, мне хотелось бы всем сказать спасибо, но самое большое спасибо я хочу сказать нашим подрядчикам, строителям, которые тоже настолько прониклись тем, что мы строим не просто какой-то, делаем офисный ремонт, а мы все-таки делаем дворез бракосочетания. Даже хочу назвать компанию Новстройпром, огромное им спасибо. Тоже подошли с душой. Подошли с душой. Давайте немножечко о вечном и о глобальном, на ваш личный взгляд, у нынешней молодежи меняется отношение к браку. Я так скажу, молодежь у нас разная. То есть кто-то очень привержен семейным ценностям, у нас сейчас много появляется многодетных семей, кто-то более легко относится к этому вопросу, много гражданских браков, поэтому сложно сказать, что молодежь, у нее какое-то такое отношение к браку. Разные отношения. А может на это отношение как-то влиять власть? Да, не знаю, может пропагандировать о том, что брак хорошо? Или она вообще здесь, в общем, не должна в этом участвовать? Нет, наверное, должна. Безусловно, и пропаганда, и вот даже создание таких дворцов, таких мест для бракосочетания, конечно, это все влияет. Потому что даже вот, поскольку говорилось еще в 17-м году, что мы его будем открывать, у нас многие планировали свадьбу, исходя из того, что это будет именно во дворце, и откладывали свои свадьбы. Я думаю, что сейчас у нас все-таки будет... Кто-то ждал, будет интересно увидеть, как нас ту пару, которая несколько лет ждала, церемонии именно в этом дворце. То есть такой своеобразный храм семьи получается? Конечно. И мы там будем проводить же не только свадьбы, и вот то, что я сказала, свадебный билет, там же можно проводить любые семейные праздники. Конечно, все это будет способствовать повышению. Давайте нашим соседям теперь про это объясним, что значит любые семейные праздники можно проводить там. Фантазия наша уже разыгралась. Нет, ну у нас есть День матери, у нас есть Международный день семьи, у нас есть День 8 июля, День семьи, любви и верности, День отца сейчас есть. Где все это, да, можно устраивать. Конечно, конечно. Торжественные такие награждения, да? В том числе, конечно. Я думаю, что всем будет приятно там побывать, те же фотосессии провести, пользуясь случаем. Пофотографироваться, да, между делом. Прекрасно, прекрасно. Большой спектр услуг практически узко. Ну вот вы сказали, да, что новый дворец будет, да, в том числе таким храмом, церемониальным местом. А может он стать каким-то просветительским центром? Да, рассказывать молодежи, что такое семья, такие семейные ценности продвигать. Он не может стать, он и станет им, потому что ЗАГСы и до дворца всегда занимались вот этим просветительством, и в школы приходили, и приглашали к себе на Дни открытых дверей, а теперь это будет вдвойне интересно всем школьникам, студентам. И более того, я не сказала, но ведь в новом дворце там же есть отдельное помещение, где будет располагаться музей органов ЗАГС. В настоящее время он еще полностью не сформирован, там только начали мы пополняться. Что выставляться будет? А что сейчас стоит интересного? Ну, сейчас стоит уже стол из старого ЗАГСа, которому 40 лет, который столько виден, столько пар на нем расписались, вот этот прекрасный кованный гер. Миллионы фотографий, наверное, с этим столом. Мы планируем сделать там выставку свадебных платьев разных эпох, различные документы ЗАГСа. На самом деле история у ЗАГСа интересная. То есть, если у кого-то сохранилось платье, могут вам привезти? Да, я хотела, пользуясь случаем, обратиться к новгородцам, что если у кого-то есть интересный экспонат, там же много свадебной атрибутики очень интересных с разных времен. Поэтому, пожалуйста, если есть возможность, мы с радостью примем это в музей. Очень интересно. Все это, да, можно будет увидеть. Я думаю, что жители районов сейчас с определенной завистью смотрят нашу программу. Могут ли они провести церемонию в Новгороде? Например, пара из Шимска может приехать в Великий Новгород? И как это сделать? Очень просто сделать у нас по закону об акте гражданского состояния. Брак можно регистрировать в любом органе ЗАГС на территории Российской Федерации. То есть независимо от места прописки или чего-либо. Я вам скажу больше, что у нас и раньше, и в Старом ЗАГСе, там больше, примерно половина браков и со всех районов в том числе регистрировалась в Великом Новгороде. А сейчас, я думаю, что нагрузка повысится существенно. Но не повод ли это, может быть, в районах строить подобные дворцы, открывать? Может быть, не такие масштабные? Ну, в каких-то районах, в районных центрах, я думаю, не помешало бы. Но сейчас жители не только районов, но и регионов других тоже, я уверена, к вам приедут. Мы их все ждем в гости, да, и будем очень рады. Немного статистики, да не простят меня, наверное, наши соседи. Всегда всех интересует, как там приходят сотрудники ЗАГСа. Как у нас обстоят дела с браками? Браки и разводы, ты имеешь в виду? Браки и разводы, да. Соотношение вот это? Меняется, да. Куда движемся? Я так скажу, сейчас у нас, в Новгородской области и во всей Российской Федерации в целом идет некое снижение браков. Не потому, что стало плохое отношение к институту брака, а потому что сейчас количество молодежи, которые, собственно говоря, вступают в брак, в первую очередь, оно низкое. Это как раз вот демографический кризис 90-х годов. Но, с другой стороны, этот кризис, скоро эта волна пойдет вверх, поэтому... И мы увидим наоборот. И с учетом нашего дворца, я думаю, что все нормально будет. Количество браков возрастет. А с разводами что? С разводами? Все как обычно. Меняются ли работники ЗАГСа, которые регистрируют в браке? Вот всегда интересно, кто эти люди? Ну, у нас регистрируют в браке все работники ЗАГСа, да. Даже вы? Нет, я не... Ну, областной комитет не регистрирует браки, да, и вообще не регистрирует акты гражданского состояния. А сотрудники отдела ЗАГС Великого Новгорода, да, они все по графику. Сколько у вас сейчас регистраторов? Как правильно называется? Регистратор брака? Ну, сотрудник отдела ЗАГС. Они как бы и регистраторы, и режиссеры, и авторы своих сценариев. Все давай. И просто, и архивисты, они все, все в одном лице, да. Меня всегда интересовал вопрос, их где-то учат проводить церемонию? Есть какие-то курсы по обучению, как провести церемонию в браке сочетания? Ну, курсов как-то, каковых, нет. Методички какие-то, регламенты? Ну, есть примерные, скажем так, фразы и моменты, которые обязательно должны быть в церемонии, а дальше каждый сотрудник свою церемонию наполняет сам. Словами какими-то, да, может быть, стихотворными, там, музыку подбирает. То есть пара даже может как-то повлиять на это, да, вот, и все, по сценарию как-то включить свои идеи? Ну, чисто теоретически может, конечно. Вот, но мы проводим, когда проводим стажировки, мы слушаем церемонии, мы даем какие-то замечания, советы. Тоже так, и делитесь опытом наверняка, смотрят друг на друга. Да, естественно, смотрим у других, конечно. Ренталь, минута остается у нас до конца. Давайте еще нашим соседям напомним, где теперь регистрировать детей, куда обращаться, по какому адресу, где, собственно, находится. Находится, может быть, еще раз скажем, Новый дворец бракосочетаний. Новый дворец бракосочетаний находится по адресу Тихвинская, 11, дробь 16. Красивое здание, вы его узнаете сразу. ЗАГС теперь там. Да, приходите к нам по этому адресу. Спасибо за интересную беседу с нашей редакцией. Как всегда, можно связаться по телефону 638-005. Ну и не забывайте делиться своими новостями в нашей группе ВКонтакте, Новгородское областное телевидение. Мы прощаемся с нашими соседями. Всего доброго. До свидания. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok